Глубоко уважаемый президент, уважаемые коллеги, свой доклад инвазивный аспергиллез у онкогематологических больных я бы хотела начать с клинического случая. 27-летний пациент поступил в гематологическое отделение Ленинградской областной клинической больницы для продолжения курсов специфической химиотерапии. Из анамнеза известно, что пациент страдает лимфомой ходжки на 3-й бейк-стадии с поражением сегастения, вовлечением надключичных, внутригрудных, параортарных лимфоузлов. С мая по июль 2016 года пациент получил 2 курса химиотерапии по протоколу ЭБИВД. На фоне первой линии терапии эффект не был достигнут, ремиссия не была достигнута. Далее он получил еще 2 курса БИОКОП эскалированный. В постситостатическом периоде наблюдали фанцитопению, которая потребовала введения колонии стимулирующих факторов. Применяли лейкостим, и на фоне применения лейкостима инфекционных осложнений не наблюдали. В течение данной госпитализации пациенту продолжили химиотерапию по протоколу БИОКОП эскалированной. В постситостатический период на фоне возникшей уже лимфоцитопении изолированной возник инфекционный синдром и клинические и радиологические признаки пневмонии. На КТ легких выявляли многочисленные двусторонние интерстициальные очаги с нечеткими контурами. Расположены они были преимущественно перебронхиально. Вот здесь вы видите, да, эти очаги. Все мы знаем основные группы риска развития инвазивных микозов. И знаем, что наиболее часто инвазивный микоз развивается у пациентов с острым миелоидным лейкозом, с острым лимфобластным лейкозом. И у пациентов после аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток. И в соответствии с этими факторами риска, с группами риска, мы видим, что у пациента с лимфомой Ходжкина имеют крайне низкий риск развития инвазивных микозов. И тем не менее, я бы хотела задать вопрос или обсудить его. Показана ли такому пациенту первичная профилактика? Наверное, большинство аудитории сказало бы, что не показано. И правда, если мы возьмем рекомендации Европейской конференции по лечению инфекций у гематологических больных, то мы видим, что первичная профилактика у больных о лимфомой Ходжкина не рекомендована в связи с низким риском развития инвазивных микозов. Тем не менее, есть еще другие микротические инфекции, и одна из них это пневмоцистная пневмония или пневмоцистоз. И мы видим, что группами риска для развития пневмоцистоза как раз являются пациенты, находящиеся в длительной лимфоцитопении со снижением количества CD4-т-хелперов и пациенты с опухолю лимфоидной ткани. И хотелось бы обратить внимание, что те же рекомендации выделили категории больных, которым показана первичная профилактика пневмоцистной пневмонии. И если посмотрим на эту табличку, хотя со слабой степенью доказательности, первичная профилактика пневмоцистоза показана у больных, которым проводятся курсы биокопы скалированного, ИРЧОК. И высокой степенью доказательности это пациенты с лимфоцитопенией и снижением уровня CD4 клеток. Первичная профилактика проводится катримоксазолом по 960 таблетки бисептола, либо ежедневно, либо 3 раза в неделю. Вернемся к нашему пациенту. У него была лимфоцитопения с клиническими признаками пневмонии. Такому пациенту, конечно, показана была первичная профилактика. В процессе обследования выполнили диагностическую фибробронхоскопию. Тест на галактаманан или на антиген аспергилю с промывной жидкостью из бронхов был отрицательным. При этом при микроскопии мы обнаружили нити цептированного мицелия, сходные с аспергилами. Был установлен диагноз инвазивного аспергилю с поражением легких. Пациенту была назначена антимикотическая терапия вариконазолом в стандартной дозировке. И, в принципе, на этом можно было бы закончить клинический случай. Но все не так просто. На пятый день терапии у пациента возникло выраженное клиническое ухудшение. Стала нарастать дыхательная недостаточность. И на компьютерной томограмме поренхимия обоих легких увидели появление многочисленных полиморфных разнокалиберных очагов и фокусов к уплотнению легочной ткани с нечеткими контурами. Что делать в этом случае? Либо увеличивать дозу вариконазола, либо приступать к комбинированной терапии вариконазолом и эхинокандинами, или продолжать все-таки диагностический поиск. Обратимся к международным рекомендациям, которые гласят, что если терапия неэффективна, нужно либо искать другие очаги локализации, либо искать другого возбудителя. И очень правильно... То есть продолжать диагностический поиск. И очень правильно в нашем случае была повторно выполнена фибробронхоскопия. Не было подтверждено лабораторной активности аспергеллезной инфекции. Тест на гладкоманан отрицательный, микроскопия посев на грибы отрицательный. Но тем не менее в балл тест монофлуа на пневмоцистную пневмонию был положительным. И у пациента установлен диагноз сочетание инвазивного аспергеллеза и пневмоцистной пневмонии. Опять же, обращаясь к национальным и международным рекомендациям, препаратами выбора при лечении аспергеллезной инфекции является вариконазол. Препаратом выбора для лечения пневмоцистоза является котримаксазол. Причем в большой дозе от 15 до 20 мг на кг отриметаприма. Пациенту подключили к терапии варикотримаксазол в дозе 15 мг на кг в сутки внутривенно. И уже на третий день терапии был получен, достигнут клинический эффект. На компьютерной томограмме мы видим, что через 2 недели от начала терапии приблизительно сохранялись только единичные очаги в С10 левого легкого. Далее пациент прошел дополнительное обследование в микологической клинике. Все результаты микологического обследования были отрицательными. Соответственно, не было признаков лабораторной активности инфекции, ни пневмоцистной пневмонии, ни аспергеллезной инфекции. Доза вариконазола была снижена до стандартной. И пациент продолжил прием бисептолов, поддерживающий дозе. На фоне такого комбинированного лечения пациенту продолжили специфическую химиотерапию, сделали ему еще 2 курса биокоп базовый. Достигнута более чем частичная ремиссия лимфомы Котшкина. Антимикотическая терапия была отменена и общий курс составил 5 месяцев. Обращаю ваше внимание на критерии отмены антимикотиков. Когда же можно отменять эту терапию при отсутствии клинических, радиологических признаков инфекции, при отсутствии лабораторной активности, то есть эрадикации возбудителя из-за ЧГ поражения и при прекращении иммуносупрессивной терапии, то есть восстановлении эффективного иммунитета у пациента. И еще несколько слов хотела бы сказать о нашем исследовании. Мы продолжаем вести регистр больных инвазивным аспергиллезом, и в данный момент уже он насчитывает порядка 700 человек. Количество пациентов год от года растет. Преимущественно это взрослые пациенты в нашем регистре, мужчин несколько больше, чем женщин. И спектр фоновых заболеваний, хотя и широк, но преимущественно это все-таки онкогематологические заболевания, они составляют подавляющее большинство. И из них примерно половина – это пациенты с острым лимфобластным, острым миелоидным лейкозом, и треть – это пациенты с лимфомами. Основным очагом локализации аспергиллеза является легкая, либо изолированная форма, либо в сочетании с другими локализациями. Но поражение центральной нервной системы и органов пищеварения, как правило, возникает вследствие гематогенной диссиминации процесса. Мы посмотрели, сколько же у нас пациентов имели микс инфекцию, и выяснилось, что они составляют 12% от общего числа, и 17 человек у нас было пациентов с отчетанной инфекцией инвазивный аспергиллез плюс пневмоцистная пневмония. В итоге они составили 3% от общего числа. И очень интересным в нашем исследовании нам показался тот факт, что у пациентов с отчетанной инфекцией основным фактором риска была лимфоцитопения, причем длительная, как вы видите, медиана дней составляла 17% при лимфоцитопении. И это тот фактор риска, который не является абсолютно типичным для пациентов только с инвазивным аспергиллезом. Клинические симптомы у больных с отчетанной инфекцией также были неспецифичными. Преимущественно это была лихорадка и кашель. Но опять же хочу обратить внимание, что основным признаком с отчетанной инфекцией была тяжелая дыхательная недостаточность. Она наблюдалась больше, чем у 60% пациентов. Кровохарканье было редким признаком. Радиологические признаки. Как правило, наблюдали двустороннее поражение легких. И здесь опять же есть отличие в том, что мы практически не видим характерного для пневмоцистной пневмонии симптома матового стекла. Радиологические признаки были достаточно разнообразными. Все наши пациенты получали антимикотическую терапию. Из препаратов с антиплесневой активностью преимущественно использовали вариконозол. Реже использовали каспофунгин или липидный амкотерицин B. Как правило, в комбинированной терапии. Котримоксозол получали все пациенты. И тем не менее, несмотря на то, что антимикотическая терапия проводилась у всех пациентов, мы видим, что сочетание инвазивного аспергелеза и пневмоцистной пневмонии это неблагоприятный фактор. И если посмотрим на выживаемость, то у пациентов без пневмоцистной пневмонии трехмесячная выживаемость была гораздо выше, нежели у пациентов с пневмоцистной пневмонией. Таким образом, у гематологических пациентов возможно сочетание инвазивного аспергелеза и пневмоцистной пневмонии. Основным фактором риска, нетипичным для изолированного аспергелеза, является лимфоцитопения. И пациентам с факторами риска пневмоцистной пневмонии, напоминаю, показана первичная профилактика котримоксозолом. И еще хочу обратить внимание, что хинокандины, каспофунгин, они активны против пневмоцистной. И, возможно, комбинированная терапия вариконазол плюс каспофунгин у таких пациентов. Спасибо за внимание. Спасибо, Ольга Витальевна. Коллеги, вопросы какие есть, Ольга Витальевна? Пожалуйста. Последняя комбинация из трех препаратов. Ну, понятно, что бисептол-то мы купим, но сочетание консидоса с вифендом это достаточно недешево. А можно ли при такой микс инфекции применять, допустим, каспофунгин просто с котримоксозолом? Или это малоэффективно? Ну, поскольку препаратом выбора для лечения аспергелеза является вариконазол, то каспофунгин нежелателен. Нужно все-таки вариконазол, хотя бы вариконазол с котримоксозолом, без каспофунгина. Но если есть возможность, и если имеется каспофунгин, то его подключить как третий препарат при тяжелой инфекции. Ольга Николаевна. Спасибо большое за доклад. Я посмотрела, у вас 700 человек было включено в исследование, и 2% это 15 с ВИЧ-инфекцией, это 15 человек. Вот скажите, пожалуйста, откуда они к вам поступали, кто вам направлял, и как они, в общем-то, были у вас обследованы? Там меньше получается у нас пациентов с ВИЧ-инфекцией. 2% это получилось у меня 15 человек. 15-14 человек. Это в основном это ретроспективные были данные по этим пациентам, и часть из них это пациенты, все-таки находящиеся на отделении гематологии с ВИЧ-ассоциированными лимфомами. Мы вам можем своих предоставить. Мы с удовольствием возьмем. Хорошо, спасибо. Еще вопросы? Все, спасибо большое. Спасибо. Спасибо.